Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операций. Затем, после того, как правоохранительные органы перехватили инициативу, дали отпор, они были эвакуированы, опять же, через Алматинский аэропорт, после чего аэропорт был сдан законным властям. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Преступники переодевались в форму сотрудников полиции и военнослужащих. Они не оставляли убитых, раненых забирали с собой. Кто-то растворился в сельской местности, кто-то переехал через границу, ушел в соседние республики, кто-то по-другому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда они сбивают бороды, меняют внешность, превращаются в гражданских лиц. Если их арестовывают, они кричат, что мы случайные прохожие. Но так не бывает. Смеяться по этому поводу, я считаю, что это просто неумно. Продолжение следует...